Привет, друзья! Сегодня будет немного необычное видео, но я уверен, что оно вам понравится. Так что устраивайтесь поудобнее и поехали! Завораживающий процесс очистки, сортировки и упаковки апельсинов перед продажей. Чтобы решить проблему обрезки деревьев, фермер создал сверхбыструю машину. Для подъема рулона травы используется лифт, который экономит время фермера. Автоматическая система равномерно распределяет порции пищи. Посмотрите, как эта машина может восстановить систему орошения поля. Машина Arbus 4000 предназначена для быстрого и эффективного распыления инсектицидов. С помощью ковша длиной 255 см можно за считанные секунды убрать большое дерево. Машина для сбора фундука Manchero эффективно справляется с поставленной задачей. Робот автоматически удаляет сырники, которые снижают урожай. Сельскохозяйственный робот-ассистент собирает виноград, чтобы проанализировать его рост. Благодаря непрерывной работе дисковой пилы в саду полностью удалены сырники. Машина с двумя лопатами плавно удаляет сухие корни деревьев. Вот робот, который отлично справится со сбором черники. Линия для проверки яиц автоматически удаляет плохие яйца. Попа Маус 6 показал, как он лидирует на рынке. Благодаря расширенной системе до 10 метров он быстро собирает даже гору сахарной свеклы. Монстр Брилмайер легко перемещается и собирает сорняки на болотистых участках. Роботизированная система решает задачу оценки качества и спелости плодов. Электрический уничтожитель сырников наверняка станет подарком, который порадует многих садоводов. Мощная машина Колоссес собирает и сразу же аккуратно упаковывает хлопок. Благодаря точной вибрации машины на дереве не остается ни одного яблока. Теперь вы знаете, кто создал эти идеальные прямоугольники. Удобрения закладываются под землю, чтобы помочь культурам легче впитывать его. А теперь куры будут наслаждаться кормлением в военном стиле. Мелиорация проводится регулярно, чтобы повысить способность почвы удерживать воду и питательные вещества. Класс Ягуар 970 может убрать 10 рядов кукурузы одновременно. Эта новинка поможет вам избежать боли в руках при чистке арахиса. Мобильная система Herbex 9200 может убрать 70 тонн салата латука в час. Нет ничего вкуснее шашлыка, приготовленного на открытом воздухе. Вот как его делают. Машина ModDF24 предназначена для максимально бережного обращения с клубникой. Она выполняет три последовательных этапа – выравнивание плодов, отделение плодоножки и снятие плодов с плодоножки. Огромная машина для производства макаронных изделий способна выдать до 6 тонн в час. С двойным экструдером и 11-ти ярусной сушилкой она быстро переходит к стадии упаковки. С течением времени процесс производства лепешек менялся, и в него внедряли новые технологии. В настоящее время оборудование для производства пищевых продуктов вводит в мясо соленую воду, чтобы оно более долго хранилось. Если вы не являетесь ярым поклонником пончиков, то, надеемся, вы измените свое мнение, посмотрев процесс глазирования этих вкуснейших лакомств. Поставьте лайк, если хотите попробовать эти суши. Рондобот – это система кругового формирования для линии производства теста. Процесс замешивания последовательно повторяется, чтобы обеспечить стопроцентную однородность теста. Хотим сказать, что эта пицца в форме конуса выглядит очень заманчиво. Приготовить любимый попкорн теперь стало еще проще – прямо из початка кукурузы. Когда нож не справляется с нарезкой пиццы, можно воспользоваться этой системой. Мобильная машина может обеспечить свежевыжатый сок в любое время. Мясорубка нарезает мясо вертикально, чтобы получить идеальные, равномерно нарезанные куски. Здесь так много мороженого, что при одном только взгляде на него чувствуешь себя замороженным. Роботы-донерщики могут непрерывно нарезать мясо в течение всего дня. Гигантская автоматизированная сковорода помогает ускорить рабочий процесс. Используя визуальное распознавание, этот робот может размещать яблоки в правильном положении. Чтобы получить ледяную стружку, достаточно поместить в эту машину материал. Идеальный выбор для создания тонких коржей за короткое время. Ну вот, как я и обещал, видео было интересным. Не забудьте подписаться на канал, если вы еще не подписаны. И увидимся завтра.